Святитель Иоанн Златоуст говорит о приобщении святых тайн. Чтобы выразить свою великую любовь к нам, Христос даровал нам плоть свою. И так, чтобы не любовью только, но и самим делом быть нам членами плоти Христовой, будем соединяться с этой плотью. Для того Он смесил самого себя и растворил тело свое в нас, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это есть знак самой сильной любви. На это указывал Иов, когда говорил о своих домочадцах, которые так сильно любили Его, что желали срасти с Его плотью. «О, если бы мы от мяс Его не насытились!» Иоанн 31, глава 31 стих. «Так говорили они, желая выразить свою великую любовь к Нему. С этой же целью так поступал и Христос, чтобы вести нас в большее содружество с Собою и показать свою любовь к нам. Он дал желающим не только видеть Его, но и осязать, и вкушать, и соединяться с Ним, и насыщать им всякое желание. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем, страшным для дьявола, и помышляя о нашей главе и о той любви, какую Он показал к нам. «Часто родители, — говорит Он, — отдают детей своих на вскормление другим, а Я не так, но питаю вас Своею плотью. Самого себя предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны и подавая вам благие надежды на будущее. Ибо кто отдал вам самого себя здесь, то тем более там Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плотью и кровью, и эту плоть и кровь, через которую Я сроднился с вами, Я опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид цветущий, царский, рождает красоту необозримую, не дает увядать благородство души, непрестанно напаяет ее и питает. Наша кровь, образующаяся из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим. А эта кровь не так, но тотчас же напаяет душу и осообщает ей некую великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам ангелов и владыку ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную кровь, а ангелы туда стекаются. Пролитая на кресте эта кровь омыла всю вселенную. Много об этой крови любомудрствует и блаженный Павел в послании к евреям. Эта кровь очистила место недоступное из святоя святых. Если же ее образ имел такую силу в храме еврейском и в Египте, когда кровью были помазаны дверные косяки, то гораздо более сама истина. Эта кровь осветила золотой жертвенник. Без нее архиерей не дерзал входить и в место недоступное. Эта кровь поставляла во священника. Она в образах омывала грехи. Если же в образах она имела такую силу, если смерть так страшилась тени, то может ли, скажи мне, не убояться самой истины? Эта кровь спасения душ наших, ею душа омывается. Она делает наш ум светлее огня. Она делает нашу душу чище золота. Эта кровь излилась и соделала небо для нас доступным. Страшны поистине. Таинство церкви страшен поистине жертвенник. Из рая выходил источник, изливающий чувственные реки. От этой же трапезы происходит источник, изводящий реки духовные. При этом источники насаждены не ивы бесплодные, но дерева, достигающие до самого неба и приносящие плод, всегда спелый и никогда не увядающий. Если кто томится от зноя, пусть идет к этому источнику и прохладит свой жар. Потому что этот источник уничтожает, засуху освежает все попаленное. Попаленное не солнцем, а раскаленными стрелами дьявола. Его начало свыше, и исток его там же, и оттуда он напаяется. У этого источника много потоков, которые изводит утешитель, а посредником при этом бывает сын. Не заступом пролагает дорогу, но отверзая в нас расположение. Этот источник, источник света, изливающий лучи истины. К нему стекаются и горние силы, чтобы созерцать красоту его потоков, потому что они яснее видят и силу предлежащих даров, и неприступно их сияние. Если бы возможно было, чтобы кто-нибудь вложил свою руку или язык в расплавленное золото, они тотчас озолотились бы. Точно так же и еще гораздо большее действие производит и здесь на душу предлежащие тайны. Сильнее огня кипит и стремится река сия, но не сожигает, а только очищает все, чего касается. Эта кровь древле была прообразована на жертвенниках, в закланиях определенных законам. Она цена вселенной, ею Христос купил церковь, ей он всю ее украсил. Как тот, кто покупает слуг, дает за них золото и потом, желая их украсить, украшает золотом, так и Христос и купил нас кровью и украсил кровью. Приобщающиеся этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами и прочими горными силами, облеченные в царскую одежду Христову и имея духовное оружие, но этим я еще не сказал ничего великого. Они бывают облечены в самого царя, но сколько велико и чудно это таинство, столько же и верно и то, что если приступающий к нему чистой совестью, приступаешь во спасение. Если же совестью лукавой в наказание и мучение. Кто ест и пьет Господа недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. 1 Коринфянам 11 глава 29 стих. Если и оскверняющие царскую порфиру наказываются одинаково с раздирающими ее, то что удивительно, если приемлющие тело Христово с нечистой душой подвергнутся тому же наказанию, какому и те, которые стерзали его гвоздями. Смотри, на какое страшное наказание указывает Павел в словах, если отвергающий закон Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольки к чайшему думаете наказанию повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Евреям 10 глава. Будем же возлюблены и внимательны к самим себе, наслаждаясь такими благами. И если родится в нас желание сказать что-нибудь срамное, или заметим, что нами овладевает гнев или другая какая страсть, подумаем, чего мы удостойны. Какого получили духа? Такая мысль обуздает наши безумные страсти. В самом деле, доколе мы будем привязаны к настоящим вещам, доколе не восстанем, доколе будем не родить о своем спасении, помыслим, чего нас удостоил Бог, возблагодарим, прославим Его, не верую только, но и самими делами, чтобы сподобиться в будущих благ во благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом славан и неприсно и во веки веков. Аминь.